Главнокомандующий вооруженных сил Валерий Залужный назвал главные цели, на которых ВСУ должны сосредоточить усилия в 2024 году. Генерал заявил, что главная задача для Украины будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения сил обороны для достижения победы. Об этом говорится в статье Залужного для CNN. По его словам, главная причина для изменений – развитие военной техники вооружения, особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач. По мнению Залужного, едва ли не главный вариант получения преимущества – обладение всем арсеналом новейших, крайне эффективных и сравнительно дешевых средств, которые быстро развиваются. Главнокомандующий украинской армии добавил, что же осваиваются и развиваются такие операции – логистическое, по созданию цифрового поля, киберсредств и комбинированных ударных дронов, а также по контролю за радиоэлектронной обстановкой. По мнению Залужного, в текущем году украинской стороне необходимо сосредоточить главные усилия, в частности, на создании системы обеспечения воинов высокотехнологическими средствами. Напомню, в начале ноября в издании The Economist вышла статья Залужного, в которой он написал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Президент Владимир Зеленский, комментируя статью, заявил, что ситуация на фронте не является патовой. После этого пополцали слухи о разногласии между президентом и главнокомандующим. Несколько дней назад появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский якобы решил уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Как сообщает CNN, президент Украины Владимир Зеленский планирует до конца этой недели официально объявить об увольнении Залужного. В то же время, по информации издания, The Economist Залужного предложили должность секретаря СНБО, но он отказался. На его место могут назначить главу ГУР Кирилла Буданова или командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Согласно опросу, который провел Киевский институт социологии в декабре прошлого года, Залужный – один из самых популярных лидеров в стране. 88% украинцев поддерживают генерала. Сенат США на следующей неделе проголосует за дополнительный законопроект о нацбезопасности, включающий двухпартийную поддержку безопасности границ, а также помощь Украине и Израилю. Об этом сообщил лидер большинства в Сенате от демократов Чак Шумер. По его словам, текст законопроекта обнародуют или в пятницу, или в воскресенье, а голосование пройдет не позже среды. Речь идет о законопроекте, который включает предоставление помощи Украине в размере более 61 миллиарда долларов, который в октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс. В то же время Байден выступил с заявлением, что Соединенные Штаты работают над обеспечением мира для израильского и палестинского, а также для украинского народа. «Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, который демонстрирует невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им». Байден добавил, что нет ничего, что выходит за рамки возможностей Соединенных Штатов. Кроме того, представитель Государственного департамента США Матью Миллер прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что между РФ и Украиной стоит создать демилитаризованную зону для вывода российской территории из-под огневой досягаемости Украины. «Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину». По словам Миллера, если Москва действительно заинтересована в создании демилитаризованной зоны, то лучшее, с чего может начать Кремль – это демилитаризация территории Украины, где находятся российские солдаты. Великобритания в ближайшие дни проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане. Это произойдет впервые с 2016 года. Об этом сообщает Зателеграф. Как отмечает издание, испытание, в котором задействуют муляж ядерной боеголовки, состоится до 4 февраля, примерно в 90 километрах от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5900 километров. Тем временем, Зателеграф, ссылаясь на документы, Министерство обороны США сообщил, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании в свете растущей угрозы со стороны России. Ядерное оружие будет находиться на авиабазе Лейкенхит в Градстве Сафолк, сообщается в материалах Пентагона. Речь идет о бомбах Б-61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, поясняет издание. Это втрое выше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года. Возвращение американского оружия массового поражения в Соединенное Королевство является частью программы НАТО по модернизации ядерных объектов. В ответ на обострение отношений с Россией на фоне ее военного вторжения в Украину, пишет Зателеграф. Ядерное оружие прежде располагалось на авиабазе Лейкенхит во время Холодной войны. Однако в 2008 году США вывезли его из Великобритании, посчитав, что угроза со стороны Москвы со временем уменьшилась. Ранее Вашингтон объявил о намерении разместить на этой же базе две эскадрильи многофункциональных истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Президент США еще в июле 2022 года заявил, что Вашингтон расширит свою расстановку сил в Европе в ответ на изменения в сфере безопасности. Тем временем в стране агрессоры отреагировали на размещение ядерного оружия на территории стран НАТО. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил. Мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО, Соединенных Штатов, Британии и Франции, как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. Лавров отметил, якобы Российская Федерация продумывает, как обезопасить себя. В украинской разведке раскрыли детали уничтожения российского ракетного катера «Ивановец» во временно оккупированном Крымом. Как сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, в эфире телемарафона в РФ было всего три таких катера, теперь их осталось два. «Ивановец» был атакован украинскими морскими дронами и вследствие ряда прямых попаданий в корпус ушел на дно. «Мы видели прямые попадания. Кадры видел весь мир. Это серьезная, важная, успешная операция Главного управления разведки, группы 13. Такие операции, безусловно, будут продолжаться». Стоимость уничтоженного катера составляет около 60-70 миллионов долларов. По словам Андрея Юсова, он был гордостью оккупантов, но не смог справиться с вызовами. «Во время боевого дежурства был уничтожен без либо какой надежды на восстановление. Мы видим полную ликвидацию. Спасательные меры не дали никаких результатов». Как сообщили военно-морские силы ВСУ в Фейсбук, на борту российского ракетного катера «Ивановец» могло находиться 40 моряков. В то же время в России выдали историю о героической обороне. Как сообщает издание «Дефенс Экспресс», один из российских военных блогеров, автор телеграм-канала «Рыбарь», рассказал, как сразу девять морских дронов вышли из устья Дуная. Однако добраться до корабля смогли якобы лишь пять. Девять безэкипажных катеров вышли из Одессы, из устья реки Дунай в направлении Крыма. Четыре из них были обнаружены российскими моряками на входе в озеро Донузлав. По ним был открыт огонь, в результате чего четыре дрона были уничтожены. По словам пропагандиста, еще один морской дрон якобы подорвался рядом с бортом катера «Ивановец». Однако на видео, которое опубликовали в ГУР, четко видно, что российский катер атаковали минимум шесть морских дронов. Последовательно, минимум дважды поразили его в корму, а затем минимум тремя ударами в борт. Кроме того, стало известно, что во время удара по военному аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе был ликвидирован российский генерал-лейтенант Александр Татаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на российские паблики. Отмечается, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих. Украина, вероятно, навредила производству самого удачного российского дрона «Камикадзе» «Ланцет». Количество этих БПЛА на фронте существенно сократилось за последние месяцы, пишет «Форбс». Отмечается, что «Ланцет», созданный еще до полномасштабной войны, хорошо себя зарекомендовал как эффективный и дешевый способ уничтожения танков и артиллерии. Поэтому уже в 2023 году россияне начали быстро наращивать его производство. По подсчетам российской осинт-группы, если в январе-феврале 2023 года в сети появлялось по 25 видео с успешными атаками ланцетов, то в июле их количество достигало 135. Однако уже осенью ланцеты начали исчезать с фронта. По мнению специалистов украинской осинт-группы «Мальфар», изучающей диверсионные операции на территории России, причиной такого сокращения мог быть успешный удар украинских войск по Загорскому оптико-механическому заводу. Он поставлял для производителя ланцетов оптику. Без неё пользы от дрона нет. Учитывая российскую практику сокрытия информации о нападениях на российские военные объекты, можно предположить, что взрыв на территории Загорского завода был спланированной акцией украинской стороны. Мощный взрыв на заводе в подмосковном городе Сергеев Посад произошёл 9 августа прошлого года. Убытки были значительные. После этого взрыва началось резкое сокращение поставок ланцетов на фронт. Специалисты отмечают, что этот беспилотник почти целиком состоит из импортных компонентов. Сама Россия изготавливает только корпус, блок питания и камеру. Именно их изготавливал Загорский оптико-механический завод. Только в январе россияне, очевидно, смогли найти новых поставщиков оптики. Впрочем, это лишь подтвердило, что производитель ланцетов не может изготавливать дроны без определенных компонентов и новые удары Украины могут его остановить, замечает Форбс. В Главном управлении разведки Украины опровергли информацию о том, что Арестович уехал из Украины по их письму. О том, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович смог выехать за пределы Украины благодаря письму от ГУР, говорится в материалах расследования журналистского антикоррупционного центра NGL Media. 48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. Согласно источнику NGL Media, в пограничной службе основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На протяжении полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался. Разрешение на выезд он получал не только от ГУР, но также от представителя Госпогранслужбы и Офиса президента, отмечает издание. На основании недавнего интервью Арестовича, опубликованного 24 января, можно сделать вывод, что сейчас он живет в Нью-Йорке. В том разговоре он утверждал, что уехал из Украины законно, но не стал раскрывать детали. Напомним, 17 января 2023 года Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента. Это произошло после его комментария относительно ситуации с попаданием российской ракеты в многоэтажку в Днепре. После этого Арестович продолжал публичную деятельность в качестве блогера, но у него возник конфликт сразу с двумя народными депутатами. Инна Савсун из-за его сексистских высказываний на психологических семинарах и Наталья Пипа из-за культурной дискуссии вокруг русского языка в публичном пространстве. В результате против Арестовича было открыто по меньшей мере два уголовных дела. Кроме того, Арестович начал активно критиковать украинское военно-политическое руководство за неудачи в войне. Российский МИД раскритиковал Эквадор, решивший передать США российскую военную технику, которую Соединенные Штаты в свою очередь предоставят Украине. Об этом сообщает издание Reuters и отмечает, что спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала такое решение Эквадора променчивым и безрассудным нарушением контракта. И якобы это решение было принято под давлением внешних сил. Ранее The Moscow Times сообщала о том, что правительство Эквадора объявило о принятии предложения США обменять военную технику на современное американское оборудование стоимостью 200 миллионов долларов. Как отмечается, в Эквадоре есть, например, вертолеты Ми-8-171Е и переносные зенитные ракетные комплексы ИГЛА. В свою очередь, Соединенные Штаты заявили, что вооружение, которое они получат из Эквадора, будет отправлено в Украину для применения в войне против России. По данным Reuters, в Эквадоре подтвердили, что Россия просила их отказаться от обмена США. Однако было принято решение, что они имеют право это сделать. После Эквадора в январе этого года США заключили более крупную трехстороннюю сделку по поставкам оружия. Одной из них посредником выступила Греция. По данным греческой газеты, Косимерини и других СМИ, администрация Байдена предложила Афинам три патрульных катера, два авиалайнера, а также 60 боевых машин пехоты М-2 Брэдли, партию транспортных грузовиков и другую технику. В админ американцы хотят, чтобы греки передали украинцам больше оружия. Как и в случае с Эквадором, передаться могут системы ПВО, ракеты и пусковые установки большой дальности, а также ракеты и пусковые установки малой дальности ТОР и ОСА. Тем временем украинские войска при посредничестве Хорватии могут получить на вооружение 100 танков М-84, которые прибудут из Кувейта. Об этом сообщил хорватский портал ТВ-фронт. Субтитры создавал DimaTorzok